Насколько снизятся доходы Россия? Сделка по нефти с ОПЕК, провал или победа? Снижение внешнего долга России? Стоит ли вложиться в доллары? Эти, а также некоторые другие вопросы мы с вами разберем сегодня в обзоре экономических новостей с Николаем Рачковским. Рад вас приветствовать, всем хорошего дня, надеюсь у вас все благополучно в вашей самоизоляции. Давайте разберем, что у нас творится в мире. Нефть у нас на текущий момент, на утро этого дня, немножко дорожает. В свою очередь в обратную сторону движется доллар. То есть чем дороже нефть, тем дешевле доллар. Это не всегда однозначная связка, потому что есть еще масса факторов, которые могут на это влиять. В частности, насколько активно печатаются доллары, насколько активно Центробанк России продает доллары, то есть предложение доллара. Тем не менее, повышение цен на нефть, как правило, ведет к тому, что рубль укрепляется, то есть доллара дешевеется. Что мы сейчас видим? Доллар примерно закрепился около 73 с чемпин, вот последние дни. И нефть тоже. Нефть колеблется вокруг 32-33 доллара за баррель. Примерно так, на текущий момент. Мы сейчас про нефть еще с вами поговорим отдельно. То следить за фондовым рынком, он продолжает пока расти, что для меня несколько, я на это смотрю несколько с опасением. Потому что причин особо для роста нету. В целом все негативно достаточно, в первую очередь из-за развития эпидемии. Но рост продолжается. Поэтому я жду скорее того, что в какой-то момент все начнет падать. Хотя при этом продолжаю постепенно закупаться. Но скажу сразу, я небольшой эксперт на фондовом рынке. И здесь ориентируйтесь на меня очень аккуратно. Вернее, вообще принимайте решение самостоятельно. Можете в какой-то степени смотреть и брать мою логику. Но решение за вами. Итак, сделку по нефти сочли провалом для России. Условия сделки по сокращению добычи нефти, достигнутой ОПЕК плюс 12 апреля, можно считать провалом для России. По крайней мере, по мнению этого источника. Почему провал? Потому что Россия согласилась на сокращение добычи нефти на 2,5 миллиона барреля в сутки от контрольного уровня в 11 миллионов баррелей. Это примерно в 4 раза больше сокращение, чем то, от которого отказались в начале марта. Если вы помните, тогда вроде бы по инициативе Игоря Сечина, главы Роснефти, была сорвана сделка. Отказались от снижения добычи. А сейчас пришлось согласиться на снижение добычи в 4 раза больше, чем тогда. С этой точки зрения, данное издание пишет, что это провал. То есть, если бы тогда договорились, то, возможно, многих проблем бы не было. Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке. Продолжила снижать цены. По крайней мере, нефтяная компания Сауди Аранко официально объявила майские цены на поставки сырья. Они оказались еще ниже. То есть, вроде бы договорились, а с другой стороны, вроде бы и нефтяная война продолжается. Продолжают снижать цены. Возможно, что-то изменится. В частности, соглашение должно начать действовать у них с 1 мая. Но, тем не менее, ситуация остается совершенно непонятной. Для нас с вами, возвращаясь к идее того, в чем держать деньги, это моя позиция, опять же, что я не могу понять сейчас, не вижу никакого четкого тренда, куда пойдет мир, куда пойдет доллар, рубль, евро. Поэтому я занимаю такую относительно валютно-нейтральную позицию. Может быть, у вас иное будет мнение на эту тему. Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов. То есть, несмотря на то, что у нас кризис, несмотря на то, что нарастают проблемы и сокращаются доходы, люди продолжают набирать кредиты. У меня тут зажужжали за стенкой, но не будем прерываться. Люди продолжают набирать кредиты. И я понимаю, скорее всего, из-за чего это произошло, что на фоне обвала рубля, на фоне дорожающих товаров, люди побежали срочно брать кредиты и покупать все, что можно. С одной стороны, логика понятна, с другой стороны, с точки зрения финансовой безопасности, финансовой стабильности в вашей ситуации, это, конечно, очень рискованный шаг. И я крайне не рекомендую в период кризиса набирать кредиты. Особенно дорогие кредиты, потребкредиты, автокредиты. То есть, здесь надо быть очень аккуратным и лучше, наоборот, в период кризиса гасить. И особенно перед кризисом, в период кризиса, если возможность есть, гасить кредиты. Вот в частности, мы видим и следующие новости, что внешний долг России снизился до минимума за 11 лет. В первом квартале 2020 года уменьшился на 8 с чем-то процентов. То есть, Россия, как страна, стала сокращать свои долги. Почему? Опять же, в период кризиса, если у тебя есть запасы, лучше подсократить опасные дорогие долги, чтобы быть в более надежной ситуации, что ты, по крайней мере, особо никому не должен. Приток иностранных инвестиций в Россию остановился. Но это понятно, собственно, что и так ситуация очень в мире нестабильная, непонятная из-за вируса. И, а тем более, вкладываться в высокорискованный проект Россия из иностранных инвесторов сейчас особо никто не хочет. С другой стороны, когда граница откроется, скорее всего, поток возобновится, потому что в России на фоне безумных рисков, которые есть, сравнивая, опять же, с консервативными инвестициями в других странах, одновременно есть и большой потенциал роста в ряде областей. Большие возможности сорвать куш, скажем так. То есть сразу заработать много. Председатель счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 миллионов человек. Мы сейчас уже видим по Америке статистику по безработным, что там стремительно растет число безработных людей. Но, видимо, в России, судя по тому, что коронавирус пока не видно того, чтобы что-то заканчивалось, по различным прогнозам карантины начнут снимать только где-то в районе июня-июля, исходя из текущей ситуации, из текущих трендов, то число безработных будет расти, и в этом очень большая опасность для экономики, в целом для положения, потому что безработные люди, это, конечно, проблема. Ну, то есть, они начинают расти преступность, начинает еще больше расти социальная нагрузка государства, всякие пособия надо платить, плюс люди, сидя без работы, они начинают очень быстро деградировать, к сожалению. Реальные доходы могут снизиться примерно на 17%, по расчетам данных экспертов, то есть, на что в среднем надо рассчитывать, то есть, доходы жителей страны могут снизиться примерно на 17%, это очень много. На фоне того, что растут цены, то есть, цены на товары поднимаются вверх, доходы падают настолько сильно, это к чему приведет, почему плохо? Потому что только что мы видели, что кредитов еще кучу понабрали, доходы идут вниз, расходы растут, просто объективно из-за роста цен. И на это еще накладываются растущие бремя кредитов. Внутренний туризм в России может возобновиться в июле. Ожидается, что где-то примерно в районе июля, когда нас всех выпустят из самоизоляции и карантинов, резко пойдет развитие внутреннего туризма, поскольку внешний туризм сейчас будет явно закрыт, либо слабо доступен, то придется осваивать просторы нашей необъятной родины. Это, конечно, большой плюс для тех, кто в туристической области. И есть повод поизучать, полибирать, куда поехать. Кстати, напишите, куда бы вы хотели поехать в Россию. Пособираем самые интересные места. Или где вы бывали, где вам больше всего понравилось. Давайте расскажите, пожалуйста. Так, ответы на некоторые вопросы давайте разберем. Что думаете по поводу покупки сельхозземли для сдачи в аренду? Я не занимался никогда сельхозземлей сам, но мнение такое, что это очень своеобразный низколиквидный рынок. То есть земли в России очень много, и найти и как-то убедить фермеров купить еще больше земли у вас, именно, мне кажется, очень сложно. Может быть, я не очень этот рынок знаю, но вот так поверхностное ощущение такое, что я бы сюда не лез, если вы не профессиональный игрок на этом рынке. И у вас нет какой-то информации, что конкретно нужно, допустим, фермерам, и на что у них есть хороший спрос. И если уж что-то приобретать, то под конкретный заказ конкретного, например, фермера. Вопрос по поводу целей и сроков. Допустим, есть три цели. Автомобиль за 3 миллиона через 5 лет, дом 10 миллионов через 10 лет, пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц через 15 лет. Как нужно правильно инвестировать? Это должны быть три разных счета под каждую конкретную цель? Или можно сделать один счет, куда будут складываться деньги на все три цели сразу? Здесь зависит от того, что вы будете использовать, какие инструменты. То есть, если вы будете использовать, допустим, просто копить на банковском счету, то тогда проще всего не усложнять себе жизнь и копить все вместе. Но, скорее всего, поскольку суммы относительно заметно измеряются уже миллионами и десятками миллионов рублей, то это будут различные инструменты. И вы на одном счету все равно не сможете это копить. И у вас будет разброс по разным инструментам. Допустим, что-то на депозитах в виде подушки безопасности, что-то, например, в облигациях, что-то в недвижимости, что-то в каких-нибудь проектах более рискованных, например, инвестиции в доходные автомобили, инвестиции в займы, в морские контейнеры и так далее. То, что мы используем. Может быть, какие-то еще направления. И вы будете оперировать целиком своим портфелем. То есть, у вас будет портфель, общий капитал. Вы просто понимаете, какой капитал вам к какому сроку надо создать. Я бы вот примерно так действовал. Хотя, повторюсь, если вы просто копите на банковском кладе и все копите, то можно разложить это по трем счетам и спокойненько себе копить. Аналогично, если вы действуете на фондовом рынке, открыть у трех брокеров три разных счета, каждый счет под свои цели. Можно так. Государство может ли сделать что-то со вкладами граждан? Теоретически нет по закону. Однако, как мы знаем, в России возможно все. В том числе и оперативное изменение законов. Поэтому гарантировать, что в России никто не наложит лапу на ваши вклады, к сожалению, нельзя. В том или ином виде. Может быть, не напрямую, а может быть, через обесценивание денег, через какую-то иную комбинацию с ними. Стоит ли вложиться в золото сейчас в долларах? Смотрите, золото, надо понимать, что у него большой минус. Оно не приносит денежный поток никакой. Ну, то есть, оно само по себе не работает. Когда мы вкладываемся в облигации, например, займы, мы понимаем, там есть купон по займу. То есть, купонный доход, процент, который нам выплачивают, как правило, каждые полугода. А когда мы говорим про акции, там есть дивиденды. То есть, доля прибыли, которую компания регулярно раздает, распределяет среди своих акционеров. Есть выплаты какие-то. В золоте это чисто защитный актив, который классически приобретается для компенсирования потерь в периоды серьезных кризисов. Потому что, когда все валится, как правило, люди переходят в золото. Хотя мы видим по периоду даже этого кризиса, что и золото тоже валилось. Поэтому, с точки зрения вкладываться в золото, только для защиты. И, соответственно, какую-то относительно небольшую часть. Почему? Потому что золото само по себе не очень-то генерирует прибыль. А рассчитывать просто на его прирост стоимости, это тоже очень неочевидная вещь. То есть, если покупать золото, то на минимумах, а не на более высоких значениях. Но я не столь специалист. Вот в золоте я не занимаюсь. У меня есть в моем пассивном портфеле, вот можете, как пример, посмотреть инвестиционный эксперимент, который вчера мы выпускали. Как раз видео есть, так и называется, инвестиционный эксперимент. Там, в частности, один из инструментов золота. Посмотрите, как там идут дела, как я туда вкладываюсь. Ну что ж, вот такие вот на сегодня новости. Желаю вам хорошего дня, удачи. И в конце вставлю небольшой рекламный блог про для тех, кто хочет разобраться в теме инвестирования, в теме того, как формировать свой портфель, из каких инструментов, как их друг между другом балансировать, одну из своих программ. Она называется «Инвестсистема». Удачи! Друзья, приветствую! Я приглашаю вас на курс «Инвестсистема». Это базовая программа, совсем недорогая, доступная каждому из вас, в которой мы разберем основные инвестиционные стратегии, с которых имеет смысл начинать. Мы разберем, как формировать инвестиционный портфель, как делать первые шаги, откуда брать финансовые ресурсы, как сбалансировать портфель с точки зрения риска доходности, и как, в принципе, балансировать вот эти самые риски. То есть вы узнаете массу тонкостей и нюансов, которые не знает большинство людей об инвестировании. Если вы, например, сомневаетесь, хочется узнать о тех стратегиях, которые доступны многим из вас, то обязательно примите участие в этой программе. Ожидания и планы и риски, когда ожидать кризиса, когда ожидать повышения цен на недвижимость и многие другие нюансы. Итак, приглашаю вас в курс «Инвестсистема». Ниже под этим видео регистрация. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь. До встречи!